Дневной рубеж Дневной рубеж Собирает уже убитых И в том числе рассказывает про то, что Разбомбили мирные цели Как по крайней мере авторы этого видео пишут Удар по супермаркету Хотя по жилым домам Многоэтажкам, хотя Израиль утверждает Что бьет исключительно по штаб-квартирам Хамас в секторе газа Бои продолжались в ряде Населенных пунктов у границы с сектором газа Израильский Минобороны сообщает О примерно 500 Пораженных целях На территории Палестины, в том числе идут зачистки На приграничных Районах, ранее захваченных В вооруженном Формировании Хамас Более 500 объектов Хамас По ним были нанесены удары Это сообщают израильские военные Ну и в Хамас заявляют о пленении Примерно 130 израильтян Гражданских лиц Хотя представители Хамас заявили Что не считают их гражданскими Поскольку они жили и проживали На территории приграничной То есть с точки зрения Хамас это были оккупированные территории А значит для Представителей этого радикального движения Эти люди не гражданские, не мирные А сопоставимы с военными Ну и помимо прочего Не менее трех А по последним сообщениям и до четырех Граждан США погибли при Атаке Хамас на Израиль Удар был комбинированный Со стороны Хамас Ракеты Мощный ракетный обстрел Несравнимый Пожалуй с тем Что происходило до сих пор Потому что ранее ракеты Запускали из севера Хизбалла Со стороны сектора газа Летели Много сомнений вызывало Качество этого вооружения Их называли там арабские катюши Потому что летели они По ветру до Тель-Авива И то не долетали Сейчас уже кадры поступают Из Бен-Гуриона Что прилеты в аэропорт В аэропорту много людей Находится Многие пытаются покинуть Израиль И До Тель-Авива Еще таких прилетов Не происходило Хотя понятно Что угроза Она была всегда И Израиль в каком-то смысле Привык жить В условиях Этой постоянной Угрозы Но сейчас Этот комбинированный Мощный Самый мощный За последние годы Удар Сравнивает его В общем-то Наверное не напрасно С Войной судного дня Когда Израиль оказался В очень тяжелом положении Фактически Был поставлен Вопрос о существовании Этого государства Со всех сторон Шли атаки И со стороны Египта И со стороны Сирии И каким-то чудом Тогда удалось Израилю противостоять Мобилизовав Все Все ресурсы Которые были Но вот сейчас Экстренная мобилизация 300 тысяч человек За эти Дни Было Мобилизовано Идут военные действия С Боестолкновения С оставшимися Еще на территории Израиля Командос Со стороны Хамаса Ну и Понятно что Со всех сторон Пытаются давать оценки Запад однозначно Выступает на территории На стороне Израиля В Израиле заявляют Что Это по крайней мере Министр обороны Израиля Голланд заявил Что Необходимо полностью Осадить сектор газа Что-то вроде блокады Осуществить Зачистку Можно сказать Не будет ничего Ни энергии Ни продовольствия Будет заперт Этот регион И Будут Уничтожены Все Сторонники Хамас Ну надо Обратить внимание Что российская оценка Ситуации Конечно Гораздо более Сдержана Не на чьей Либо Стороне Сергей Лавров Наш глава МИДа Сегодня комментировал Призывал Обратить внимание На роль Лиги Арабских Государств И необходимо Не только Срочно Остановить Бои Столкновения Решить проблему С гражданскими Лицами Которые В огромном Количестве Становятся Жертвами Нынешней Ситуации Но и Уделить Особое Внимание Причинам По которым Палестинская Проблема Долгие Десятилетия Не может Найти своего Решения Хотя на этот счет Есть Прямые Четкие Недвусмысленные Решения Совета Безопасности ООН Договоренности Между Израилем И палестинцами Включая Договоренности Восло и Мадриде И конечно же Арабской Мирной Инициативы Я уверен Что Россия И Лига Арабских Государств Все члены Этой Организации Могут И должны Внести Свой вклад В решение Проблем Как я уже сказал Прежде всего Прекращение Кровопролития Прекращение Страдания Гражданских Лиц И мы готовы Это делать Вместе с вами И вместе со Всеми другими Странами Которые искренне Заинтересованы В восстановлении Устойчивого Мира На Ближнем Востоке И в обеспечении Безопасности Всех Без исключения Стран региона Включая Конечно же И государство Палестина Создание которого Требуют Упомянутые мной Решение Совета Безопасности Ну и Заявление МИД России Наша страна Будет готова Эвакуировать Из Палестины Израиля Тех Кто пожелает Уехать Рассчитывает Россия Что запад Будет призывать К остановке Боевых действий В Палестино-израильском Конфликте И сейчас Западная позиция Вызывает Определенные Вопросы США Срывают Миротворческие Усилия По решению Проблемы Израиля И сектора Газа И пытаются Монополизировать Посредничество В этом Старом Уже Историческом Конфликте Это действительно Так Потому что Ну если обратить Внимание На предыдущие Попытки Урегулировать Ситуацию То пока К примеру В роли Посредника Пытался выступать Китай Там даже Удалось Отчасти Примирить Саудовскую Арабию И Иран По крайней мере Дипломатические Отношения Возобновить Все шло Более-менее Хорошо Как только Соединенные Штаты Активизировали Свою деятельность В этом направлении Получили то что Получили Полноценную Полномасштабную Войну И гибель сотен Пока что Сотен людей Точных цифр Нет То что с утра Называли со стороны Израиля 700 погибших 2000 раненых Сотни пропавших Без вести На стороне Палестины Более 400 Погибших Эти цифры Озвучивали Страшнейшая На самом деле Конечно Ситуация С этим музыкальным Фестивалем На южной границе Сектор Газа Да вот так он начинался Кадры были Уже к этому моменту Видны На заднем плане Вспышки Следы Судя по всему Работы ПВО То есть Обстрелы уже шли А следом Вооруженные Формирования Хамас Ворвались В эту пустынную территорию В пустыне Практически проходил Этот фестиваль Супернова Кибуц Реим Недалеко от сектора Газа Люди в панике Разбежались Пытались Садиться в машине В машину Уезжать По ним Открывали огонь 260 По самым Мягким оценкам Число погибших Обезлюдившая местность Огромное количество Сожженных машин Расстрелянных Многие Остались там Навсегда Погибшими Кадры публиковали Совершенно страшные С палатки С телами Убитых людей Те кому удалось Спастись Потом вынуждены Были идти По пустыне Спасаться От Боевиков От расстрела Потому что Никто не знал Какая судьба ждет Многие люди В том числе Женщины были Как сообщают Похищены Вот это сейчас То что показывают Называют Дорогой смерти Машины расстреляны Прямо у дороги Там и полицейские Израильские И гражданские Люди Которых еще раз Напомним Представители Хамаса Не считают Мирным гражданским Населением И считают Своим правом Их убивать Поскольку Живут они По их заявлениям На оккупированной Территории Со стороны Конечно людей Населения Израиля Много вопросов К Нетаньях Он выступил С обращением Попытался что-то заявить Ну вот можем послушать То что он говорил Граждане Израиля Мы На войне Это не операция Это война Утром Хамас Предпринял Убийственную Внезапную Атаку Против Израиля И его граждан Я созвал Руководителей Служб безопасности Отдал приказ Прежде всего Зачистить Районы От проникших В них террористов Это сейчас Прямо происходит Я также Отдал приказ Об экстренной Мобилизации Мы нанесем Сокрушительный удар Которого не знал Враг Враг заплатит За эту Небывалую цену Израильские войска Восстанавливают Контроль над всеми Городами на границе С сектором газа Мы Мы в состоянии войны И это И мы в этой войне Победим Но сейчас Вот опять же Из Цахала сообщают Что восстанавливают Они по крайней мере Уже практически Восстановили Контроль над всеми Городами на границе С сектором газа Продолжаются зачистки Выступление Нетаньяху Судя по всему Не убедило Людей Которые Ну во первых Оказались Предоставлены Сами себя Оказались Один на один С вооруженными Боевиками Хамас Задавали Вполне Логичные вопросы В репортажах В том числе Западных изданий В данном случае Здесь Немецкие СМИ Публиковали Людей Которые спрашивают Собственно Где военные Ощущения ужасные И я надеюсь Что на этот раз Военные сделают Что-то большее Чем обычно Неприемлемо Что они застали Нас врасплох Где все службы Безопасности Как такое могло Произойти Как они въехали На машинах На израильскую территорию Ну и вот еще Один эксперт Военный эксперт Израильский Который там же Оценивал ситуацию Для в том числе Служб безопасности Израиля Давид Шарп Называет это провалом Есть очевидный факт Что концепция Обороны сектора газа В рутинной обстановке Во многом базировалась На том Что в случае К попытке Крупной операции Террористов А то что мы видели Это была очень крупная операция Это еще мягко выражаясь Так вот Будет развед информация Соответствующая И удастся подготовиться И то что Этой информации Не было Либо она была Но ее кто-то Неправильно Трактовал И не понял Ситуации Либо ее не было Это Огромный провал Других слов нет Как это произошло И почему Предстоит разобраться Позже Сегодня это факт Который можно Констатировать И жизнь продолжается И необходимо решать Стоящие На данный момент Перед армией Спецслужбами Ну провал Который стоил Уже Число погибших Официально признанных Растет В Израиле Составляет Не менее 800 Раненых Почти 2500 Это Израильское радио Передает Хотя надо еще Обратить внимание Что Израиль Когда говорит о погибших Он С большой Довольно задержкой Это сообщает Только когда будут Все полностью подтвержденные Данные С именами С при необходимости Экспертизы ДНК Поэтому официальные Данные Скорее всего Будут гораздо больше Ну и кроме того Абсолютно неясна Судьба заложников Которых взяли Ну Хамас их считает Плененными Говорят о перспективах Обмена на Палестинских Сидельцев Которые За многие годы По разным причинам Были Схвачены Израильскими Спецслужбами Будет сейчас Несомненно Торг Уже говорят о Возможной Продаже Фактически Торговле людьми Которых будут Продавать Захваченных Вот этих в том числе Девушек Возможно Которых Взяли в заложники Во время этой атаки Это не единственная Группа Таких много Люди исчезают Будут их Возможно Перепродавать Возможно Будут теряться Следы Люди ничего Не знают Родственники Этих Захваченных Граждан Поэтому Собственно Тоже у них Возникают вопросы И к Нитаньяху В том числе Я говорю Что это за страна Мы ни от кого Не получаем ответов Мы просто Беспомощно Сидим дома И не понимаем Что происходит Какова судьба Моей дочери Говорит Это женщина Которую зовут Амид Я умоляю помощи Она пошла на фестиваль На природе И с 7 утра 7 октября От нее ничего не слышно Как может быть Цилизованной стране В 23 году Что мы не знаем Какова ее судьба Все делалось Внутри границ Израиля Мы не Украина Господин Нетаньяху Где наша безопасность Где наша безопасность Как граждан Израиля Немыслимо Что я не могу Найти свою дочь И никто не знает Какова ее судьба Понятно Понятно что в тяжелейшем состоянии Эти люди Потому что сотни пропали В том числе дети Младенцы Пропали Во время этой Небывалой атаки С которой еще раз Обратив внимание Израиль Не сталкивался До сих пор Упоминают они Украину Наверное не напрасно Слишком много внимания Было пожалуй К Украине В последнее время Так что И со стороны Израиля В том числе Кстати было Много ненужного Внимания В адрес Украины И это тоже конечно Будут припоминать Граждане Израиля Своему премьеру Своим Властям Ну тут кстати На нашей Территория Уже на нашей стороне Не случайно Наверное Всплыл То что называют Очередным пророчеством Покойного Владимира Вольфовича Жириновского Говорил он И про Украину И в том числе Про обострение На Ближнем Востоке Прекрасно знаем Что он был Блестящим Востоковедом Знал Ближний Восток Хорошо Ну собственно Об этом и говорил Это выборы Последние были Последние В 2024 году Выборов вас не будет Уж не будет Страны Под названием Украина Вы не учитываете Ситуацию На Ближнем Востоке Там развиваются Такие события Что все забудут Вообще Что такое Украина Дело идет О третьей мировой войне Иран это не Вьетнам И не Северная Корея И не Косово Здесь будут Самые страшные события Мы будем вынуждены Пропустить беженцев Туда к вам К вам Европа пропустит Турки по нашей просьбе Пропустят Вот все у вас там Соберутся И в вашей стране Конец Мы вынуждены Это сделать Что вы Игнорируете Международное право Забыли что такое Россия И так сказать Нарушаете Все что можно Вы уже нарушили Вы просто Издеваетесь Посмотрите Вы здесь находитесь Сколько уже Пять лет А наши политологи Там находятся Журналисты Я под санкциями Спортсмены И артисты Депутаты Я под украинскими Вы все запретили Вы русские Вы заставляете Отпечатки пальцев На границе делать Это фашистская Германия Не додумалась Вы закрыли русский язык Радио Телевидение Газеты Все прекратили Давайте вообще Границу закроем Ну по поводу Нарушений прав И всего прочего Тут конечно тоже Нельзя не обратить внимание Но есть понятные попытки Сейчас приплести К всему этому России Уже там даже Особо отмороженные Жители С украинскими корнями Даже в Израиле Сейчас в тиктоках Размещают Свои ролики О том Что это Россия Бомбила Израиль Ну как так Больше глупости Конечно Трудно Придумать Но интересен момент Вот смотрите Хамас обстрелял Израиль Погибли люди Много людей погибло Сотни людей В ответ в Израиле заявили Что принято решение Полностью покончить с Хамас И устроить такую Тотальную зачистку Газы Блокада Полностью уничтожить Врагов С которыми они там Воюют уже Достаточно долгое время И на Западе Все это считают Вполне логичным Вполне оправданным Никто не осуждает Никто вроде бы даже Не против Там на Западе Непонятно другое Вот когда Украинские нацисты С 2014 года Убивали или расстреливали Донбасс Тоже прилетали ракеты Тоже гибли люди И никого это не возмущало Вот когда в России Было принято решение Ликвидировать Экстремистский режим Киевский Почему-то это вызвало Вопли Возмущения И негодования На Западе То есть Уничтожать Палестинцев Хамас Это нормально А разобраться С нацистским режимом В Киеве Это ненормально Ну разница лишь в том Что Вроде как Да НАТО Открыто поддерживает Этот киевский режим Хамас Они не поддерживают Хотя Ну как сейчас выясняется Оружие Это там тоже Американские Следы его По крайней мере Обнаружили Что тоже немаловажно Ну и кстати Еще по поводу сравнения Если уж Неуместно Конечно сравнивать Но тем не менее Если сравнивать Ту же Палестину Ту же сектор газа И Украину То в Палестине Хотите того или нет Не преследуют Православных Немаловажный момент На арабской территории Исключительно Мусульманской Не преследуют Православных В отличие от Украины Там кстати Даже Вполне себе спокойно Христианские храмы Существуют Святыни христианские Никто никогда На них Не посягал Храмы Которые сейчас Усилий нагромят На Украине Это если уж так Вот сравнивать Все это дело Ну и касательно Оружия Кстати сейчас Пропагандисты Украинские Практически ревут Оказывается Железный купол Не работает Это у них На пропагандистском Телевидении Сейчас показывают 10 у нас кадр То нет Ну ладно Бог с ним Все равно Уже не успеем Новости Не успеем уже Нет 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 Ребята Не то это все Не то Уберите Железный купол Посмотрели Не работает А ведь недавно Еще просили Умоляли Дайте нам Железный купол А с железным куполом Что-то не так Оказалось Но тут на самом деле Эксперты уже объяснили Просто перегрузка Случилось у железного купола Когда огромное количество Ракет А их тысячи Не справляется Суть по всему Знали они Там в Хамасе О возможностях Этого самого Железного купола Ну если какие-то Ракеты будут остановлены То следующие долетят Это не как прежде По 5-10 ракет Выпускали Сейчас атака Действительно была Предельно массированной Будем слушать новости Потом продолжим Дневной рубеж Вести ФМ Первые о главном Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова